Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, Лиза? Да, привет. Все правильно, только в Белле я не главный редактор. Наш главный редактор Ирина Малкова. С первого дня причем. Да, но ты основатель в любом случае. Я основатель и директор. Я хотел сейчас начать наш разговор, собственно, с русских норм. Потому что 1 марта я читал то, что ты написала, что ты приостановила выход новых интервью, по крайней мере, в прежнем формате русские нормы. Я написала, что тот динамичный, интересный и любимый мной мир, который отображал наш проект за последние 5 дней, просто стерли с лица земли. И восстановится он не скоро. Возможно, никогда. И вот я хотел в начале нашего разговора поразмышлять о том, что случилось с этим проектом «Русские нормы». Потому что я, в общем, тоже разделял ту же самую идеологию. По мере сил пытался соответствовать тоже своим образом жизни. Что оказалось по итогам 22-го года? Русские не норм? Слушай, ну я точно не буду тем человеком, который по национальности будет определять люди норм или не норм. И, конечно, название проекта – это ирония. И она всегда в этом была. Говорить, как Леонид Бершинский, что русские кормы я не буду. Суть проекта на самом деле, по большому счету, не поменялась. Есть люди, которые норм, которые делают свое дело, которые добиваются успеха. Проблема только в том, что российская часть этой истории обнулилась. И возникла некая такая идеологическая стена между теми, кто внутри, и теми, кто снаружи. Те, кто снаружи, а проект на самом деле изначально начинался с теми, кто снаружи, это русские, которые завоевывают мир. Скажем так, под русскими я брала такое широкоамериканское определение. Ну да, Russians, да. Russians, на самом деле под Russians подходили вообще все, кто говорит по-русски. Все выходцы из этой зоны. Да, и русские продолжают покорять мир, продолжают совершать открытия, продолжают строить бизнесы, добиваться успеха. Вопрос в том, что, собственно, с российской частью этого. И, на мой взгляд, конечно, вот эта история про бизнес из южил, она после 24-го принципиально невозможна. Здесь есть сложность. Сама как основатель бизнеса я понимаю, что человек бизнеса связан определенными обязательствами, и он находится в сложных организационно-политических, скажем так, условиях. То есть он не может прекратить, например, что-то делать одномоментно. У него есть обязательства, он несет эти обязательства, с одной стороны. И с другой стороны, у него всегда есть моральная позиция. Человек всегда остается человеком. И вот это тонкий выбор. Да, не могу не вспомнить, действительно, что русские в Америке, Russians — это любые русскоязычные короткие эпизоды. Вспомню, когда в Нью-Йорке жила меня, стригла одна парикмахер, бразильянка, и она говорит, между прочим, ну что, у вас русских завтра праздник? Я пытаюсь вспомнить, говорю, ну не знаю, какой завтра праздник. Ну как же, говорят, у вас завтра Йом-Кипур. Она живет в Бруклине, где, собственно, Russians — это евреи там, живущие, выходцы. И вот, собственно, русские такие. Так вот, я хотела поговорить о тех русских, которые в России. Вот эта часть даже не столько русских норм, а, может быть, твоего мира и бывшего мира. Ты была и главный редактор «Форбс», и «Ведомости», и, собственно, знала лично, наверное, большую часть русского списка «Форбс». Что с ними? Почему у них действительно «business as usual»? Почему люди настолько дисциплинированно встроились вот в этот вот новый военный дискурс, в нормализацию? И, я не знаю, есть ли какие-то исключения людей, вышедших из этой игры, но продолжают работать уже в условиях Рейха. Вот эти вот свободные люди, выжившие все 90-е годы, зубами вырвавшие свои состояния, отстоявшие от бандитов, от силовиков, от государства. И вот приходит 24 февраля, и эти люди покорно кладут свои карьеры и свои состояния на алтарь вот этой войны. Тебя это удивило? В твоем вопросе содержится сразу много ответов и ниточек. Во-первых, это свободные люди. Под сомнением, что это свободные люди, свободные от государства, свободные от органов. Точно, конечно же, нет. Точно не свободные. Я не могу сказать, что я общалась с большим количеством людей после 24-го. Скажу почему. Потому что не хотелось, если честно. А журналистской надобности непосредственной у меня не было. У меня ее просто нет, поскольку главный редактор не я, и я эту ношу не несу. Время. Ну, не очень хотелось. Но я представляю себе, что процентов так 70-90 не поддерживаю. Вторжение не поддерживают войну. Не хотели бы, вот если бы они могли на 23-е отмотать, мы бы их спросили, ну вот как ты. Нет? Конечно, нет. Конечно, это не нужно. Потому что это убивает будущее всех и их будущее в том числе. Но свободы нет. Потому что есть очень большая зависимость. Зависимость и от государства, и от конкретных людей в этом государстве, безусловно. Ну, как ты говорила, на них же десятки тысяч людей, на многих на ком-то, так сказать. Это огромный бизнес и висят. Насчет десятков тысяч людей я хочу сказать, что это немножко... Вот здесь возникают вопросы. Я, на самом деле, взяла несколько интервью, которые выйдут в ближайшее время, у людей, которые, с моей точки зрения, норм, которые молчали или говорили очень сдержанно, потому что десятки тысяч людей, или у них конкретно тысячи людей, причем в этом случае хороших людей. То есть это молодые, прогрессивные. То есть это такая Россия норм. Мне кажется, что есть некое преувеличение в том, чтобы говорить на нас эти люди. Ну, потому что, вообще говоря, бизнес у тебя отберут. Скажешь? Да, конечно, отберут. Возьмут там за более низкую цену и так далее. Но люди-то куда денутся? От того, что у тебя заберут бизнес, люди не окажутся на улице. То есть фабрика как производила, как там добывали, как сущиеся угли, как лилисталь, так и будет продолжаться этот процесс, и никто рабочих не выгонит. Может быть, даже наоборот. Может быть, ты был более эффективным и больше сокращал. А если это перейдет в какие-то другие руки, может быть, будут менее эффективны и, наоборот, будут больше нанимать, чтобы там выполнять какие-то приказы. Поэтому в этом есть лукавство, вот когда говорят «на мне». Другое дело, что, конечно, люди оказались зажаты между внешним миром, где их, как выяснилось, совершенно не ждут, и не воспринимают. И ничего делать, естественно, с текущей репутацией России, не их конкретной репутацией, а с репутацией России, конечно, им не дадут, потому что они не смогут сказать, что это деньги не из России. И давайте будем честны, все равно эти деньги будут восприниматься как деньги, так или иначе, сделанные благодаря и при помощи режима. И в ней не получится. Может быть, получится в каких-то странах, которые там как-то будут закрывать глаза, но мы знаем, что серьезные американские, британские, европейские санкции беспокоят все страны. Нет таких стран, которые... Вот сейчас Турция обеспокоилась картами «Мир». Взяла и просто за неделю закончились карты «Мир». До этого были карты «Мир» много месяцев. Кстати, это помогало огромному количеству людей, которые явно совершенно проголосовали ногами против войны и уехали. Но санкции все боятся. Естественно, если говорить про крупную рыбу, то ничего там не получится. Ну а внутри, если ты оказываешься замкнут внутри, то, конечно, тебе нужно каждое слово фильтровать, потому что если ты переходишь в категорию «врага», огромное количество людей и сил будут рады этим воспользоваться и у тебя бизнеса отнять. А куда ты денешься потом? Лиза, а кто, можно сейчас сказать, посмотрите, из крупного бизнеса соскочил вот за эти месяцы? Ну, понятно, там Тинькофф его фактически выдавили из бизнеса, тем более сейчас мы все понимаем его историю. У Тинькофф и с совершенно другой стоимостью бизнеса. Ну, все бизнесы потеряли в своей стоимости, и технологические бизнесы. Но вот именно вышел из игры в связи с политическим и моральным несогласием с ситуацией. Есть такие люди, которые потеряли свой бизнес, но вышли? Я знаю много средних и небольших людей, которые вышли. Ну, просто там у человека было рекламное маркетинговое агентство, и он вышел. Но крупных мы не знаем, таких примеров. Я тоже что-то не могу вспомнить. Ведутся переговоры, и мы видим, на мой взгляд, самой драматической историей, конечно, является история Яндекса. Ну, то есть там история, условно говоря, десятка металлургических компаний. Я в ней никакой драмы не вижу. То есть есть персональная драма, потому что я знаю, что есть люди, которые так или иначе осторожно в начале войны высказывались, что это бред, да зачем. Как-то были там такие разговоры. Но с бизнесом никакой драмы не произошло. А вот с Яндексом, безусловно, драма есть. И это компания, построенная, в общем, свободными людьми. Это сервис, сделанный для того, в общем, наверное, чтобы люди были свободными. Чтобы они могли искать информацию и быть более осведомленными. Это едва ли не лучшая вещь. Да, секундочку просто скажу. Это едва ли, по-моему, не лучшая вещь, которая была создана в постсоветской России. Я вот реально всегда гордился Яндексом. Я его иностранцам предъявлял. Смотрите, что можно построить. Фактически локального конкурента Гугла. Вот. И сделали это полностью от нуля, подняли. И вот сейчас мы видим, как это все цинирует. Я бы сказал, с особым цинизмом. Это все растаптывается, раскатывается. Это какое-то убийство. Уже даже добивают остатки этого всего. В этом какая-то месть государства, что ли? Нет, я считаю, что драма не в том, что раскатывают. А в том, что свободолюбивая компания создала сервис Яндекс.Новости, который транслирует несвободные медиа. И с этим живет. И до какого-то момента здесь была грань компромисса. Я понимаю, что все люди бизнеса так или иначе идут на какие-то компромиссы. Чем больше компания, тем больше набор компромиссов. Но потом случилось вот такое событие, которое нельзя вписать в компромисс. Это война, это убийство людей. Оно в компромисс не вписывается. И вот что делать? То есть в один день закрыть эти Яндекс.Новости? Тогда к тебе придут, придут. И в отличие от металлургического комбината, твои люди, конечно, сразу ощутят последствия. Потому что это люди свободолюбивые, которые часто работают, то, что называется ремонтли, удаленно. Это люди, которые кто-то уехал, возможности, которые строят эти прекрасные сервисы. И они живут в определенной культуре. Здесь корпоративная культура носит фундаментальный, принципиальный характер. Такие компании не строятся в корпоративной культуре ГУЛАГа или армейской дисциплины. Ну вот хоть одна технологическая компания, назови мне пример, которая построена в режиме дисциплины. Она в режиме раздолбайства должна строиться. Здесь действительно, и это уравнение без решения. И в результате жертвой, очевидно, стали люди. То есть и основатели компании. То есть Воложь попадает под санкции, Тигран Худовердян попадает под санкции. И уже выйти, мы знаем, что их конкретная жизнь, она предопределена вот этим. Но, с другой стороны, когда ты персонально испытываешь большое сочувствие к людям, а, с другой стороны, ты задаешься вопросом, а действительно транслировать государственные новости или квази-государственные после 2024-го можно или нельзя? Ну да, Яндекс, наверное, самый жесткий пример такой между принципами свободы, на которых была организована компания, и государством, которое начало войну. Мы вернемся к нашему разговору с Лизой Осетинской через мгновение. Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий, и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Гуманитарный коридор – подкаст о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой По понедельникам в 17.30 С повторами в течение недели Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш гость Елизавета Осетинская, бывший главный редактор «Ведомости Руф Форбса», шеф-редактор РБК и создатель и директор сетевого издания «The Bell». Лиза, сейчас хочу поговорить о колоколе. Собственно, название само «The Bell» – это сознательно аллюзия на герцоновский колокол была? Или не было такого? Ну, была, конечно, какая-то аллюзия, но претендовать на такое фундаментальное, скажем, продолжение этой линии, конечно, нам такое в голову не приходило. Тут вопрос в том, что мы изначально с командой сооснователей, Ириной и Петром, мы хотели создать издание для то, что называется «Decision Maker». И мы хотели бы, чтобы наше издание читали люди, принимающие решения с активной экономической позицией, такие, как мы их называли, «Westernized Global Minded People». То, что они оказались никакими «Decision Maker» – это стало понятно опять же сейчас. То есть люди, принимающие решения, которые ни на что не влияют. Но, тем не менее, эту аудиторию мы завоевали. В чем здесь параллель с «Колоколом»? Что как раз «Колокол» читала эта часть общества. Да. И читал государь-император, читал «Колокол». В этом смысле мы по-журналистски ставили себе такую задачу. То есть мы хотели, чтобы вот эта преемственность сохранялась. То есть для нас это было важно по-журналистски. И, кстати, первый прототип указа об отмене крепостного права утек тоже через «Колокол». Ну, это же верх эксклюзива. То есть если говорить о такой просто журналистской доблести, то это, наверное, лучшее, что можно было сделать в XIX веке. Главный эксклюзив столетия. Да. Герцен – главный русский эмигрант. Как в своем смысле такой архетип русского эмигранта. А ты себя чувствуешь эмигрантом? Ну, до 24-го я себя не чувствовала эмигранта, потому что эмиграция стала очень условной. И как таковая, я даже говорила в каких-то интервью, что она как таковая потеряла смысл, потому что ты то там, то здесь. И вообще кто сказал, что жить надо в одном месте, сегодня здесь, завтра там. Я много очень времени проводила. На самом деле большую часть времени пандемии я провела в России. И это, кстати, было очень хорошо для The Bell. Производственной точки зрения. А сейчас, конечно, ситуация поменялась. Я чувствую себя... Ну, я же иноагент, как и ты. Я, конечно, чувствую себя в изгнании, скажем так. Ну, то есть это раньше, сейчас такое хорошее слово – релокация. Раньше это выглядело как некая релокация, да, и некое существование в сетевой структуре, да, в такой вид, такой профессиональной деятельности, которая предполагает движение по сети. А сейчас это некое такое более экзистенциальное состояние. Да, именно так. Тогда дальше продолжим вот эту тему. Русские СМИ в изгнании, русские СМИ в релокации. Мне кажется, это довольно интересно. Да, мы недавно обсуждали этот вопрос на одном семинаре. Снялась, как будто птичья стая. Русские оппозиционные СМИ поднялись, зависли и как бы осели. Многие в Риге, частично еще в других местах. Возможно ли сохранить эффективность и политическую значимость, и достигать аудиторию, находясь за пределами России? Знаешь, я отвечу на другой вопрос. Я на той тоже отвечу, но пока отвечу на вопрос, который ты не задаешь. Вопрос об ответственности из первой части так называемых олигархов. Я хочу сказать, что так сложилось. Я просто помню, что я с этой речью однажды ляпнула что-то такое на завтраке Сбербанка в Довось. Это еще было в совершенно вегетарианские времена, когда не было даже закона о запрете владения иностранными компаниями меди. То есть еще до 2012 года даже. До 2012 вообще еще все было хорошо. А там были все. То есть весь список всех, кого ты знаешь, все там были. И я как-то зашла об этом речь. Я задала вопрос, а почему главные деловые медиа в России финансируют, организовали и создали международные компании? Почему ни один российский предприниматель не вложил в это деньги? Можно сейчас шире посмотреть на это. Ведь сколько вещей были потрачены, на какие бессмысленные вещи были потрачены деньги. То есть есть один пример фундаментальный. Это Прохоров делал. Это было уже после. За что он поплатился? Но никто не знает, если бы этот процесс начался раньше, куда бы это пришло. Это просто к вопросу о том, что понятно, что все эти медиа потеряли коммерческую какую-то возможность выживать и стали такими нон-профит. И уехали все за границу. Почему это важно? Конечно, это отделяет медиа от аудиторий. Образно. Да, наверное, есть исследования, в которых говорится, что это вообще все не важно, финансирование не важно, инагент или не инагент, это не важно. Наверное, есть в России, всегда будет часть аудитории, для которой это знак качества. Но вот глубинная Россия, до которой-то надо достучаться, массовая аудитория, я думаю, что для нее это, конечно, такая негативная коннотация. И здесь я вижу, конечно, проблему. Это проблема взаимодействия с этой аудиторией. И вообще коммуникация, то есть когда у тебя читатели внутри, а ты снаружи, это вообще для медиа вызов, мягко говоря, со всех сторон. И с точки зрения, то, что называется, tone of voice, и с точки зрения получения информации качественного, и с точки зрения понимания, что внутри аудитории сейчас есть, какие желания, чего, собственно, чего ждет аудитория от своего медиа. Мы вернемся к нашему разговору с Лизой Осетинской через мгновение. Грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье. Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Гений с взглядом из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших современников? В эфире «Свободы» по воскресеньям 18.05 с повторами в течение следующей недели. Программа «Археология» специальное интервью. Сегодня наш гость Елизавета Осетинская, бывший главный редактор «Ведомости Руф Форбса», шеф-редактор РБК и создатель и директор сетевого издания «Зе Белл». А какие-то вещи, сценарии дальше развития российских, свободных российских меди? Потому что, ну, если исходить все-таки наиболее вероятные предпосылки, сложно, конечно, прогнозировать, но наиболее вероятное, мне кажется, все-таки продолжение этой войны. Я думаю, надеюсь, что с ней накроют ядерный удар в ближайшее время и не будет никакого, так сказать, возможного перемирия. Вот, видимо, такое постепенное, оппозиционное борьба, как мне кажется, с освобождением Украины. В любом случае, это затянувшаяся история на полгода, год, может быть. Как ты предполагаешь, что будет закрываться YouTube, будет закрываться интернет по образцу китайского рубильника? И как тогда в этой ситуации быть независимым медиа? Ну, я думаю, что, кстати, в случае, если вот горячая война будет остановлена, холодная война никуда не денется, она здесь надолго. Тоже верно, да. До потепления мы можем и не дожить. Это во-первых. Во-вторых, здесь, возможно, примерно три сценария. Сценарий, что будет как сейчас, это хорошо. Я подчеркиваю, когда работает YouTube, работают все-таки какие-то сайты и придумывают, как перезапуститься и достичь своей аудитории. Это хорошо. Есть такой более реалистичный вариант, что будут отключать еще больше и ручеек сохранится, но будет то есть как бы река превратится в ручеек. Но все-таки сейчас, да, по-прежнему мы имеем на YouTube многомиллионные просмотры в совокупности. Многомиллионные просмотры антирежимной точки зрения, скажем так. Я не хочу говорить антироссийской, потому что понятно, что это антирежимная. Про-российские, я бы так сказал. Антипропагандистской точки зрения. И это, конечно, ну, пока это все пробивает стену, то... А сейчас же все больше... То есть нужно усиливать на самом деле голос пропаганды, потому что сейчас люди столкнутся с реальностью. Все больше людей сталкиваются с реальностью, значит, соответственно, нужно усиливать, так сказать, фейковые... Да, это так. Это действительно... Фейковые звуки. Поэтому сейчас расшатывание, конечно, вот это ютюбное, оно очень хорошо может сработать. Другое дело, что даже мы знаем, что сколько Навального там фильма посмотрели? 70 миллионов. То есть от просмотра и знания, да, до каких-то действий, шагов и изменений жизненной стратегии даже собственной проходит там огромное расстояние, да, проходит и время. Но в любом случае все-таки хотя бы люди знают. То есть это суперхороший сценарий, как сейчас. Есть такой средненький сценарий, что там закроют и что-то как-то будет все равно пробиваться. Ну, как-то там BBC-то. Есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Ночью слушать BBC, да. Это же... Ну, это... Я из школы помню такое. Вот. И самый плохой сценарий, ну, это такая медийная Северная Корея, когда ничего не пролезает, насколько это возможно. Ну, вот, мы можем посмотреть на Беларусь. Ребята из Беларуси всегда говорят, эй, у вас еще пока все хорошо, вы смотрите на нас. Да. Ну, там за чтение оппозиционных изданий могут срок катать, поэтому... То есть, если тебя найдут в нем, то есть, издания объявлены экстремистским, то ты можешь, в принципе, загреметь за сам факт. Ну, да, там останавливают на улицах и смотрят, по-моему, кэш смартфона. Они научились смотреть следы даже по кэшу, какие-какие человек сайты посещал, да? Ну, да, но и потом ты же не живешь такой жизнью, что ты вышел из дома почистить кэш. То есть, все умеют, наверное, чистить кэш, люди там, я не знаю, моложе, там, 70, но не каждый как бы думает о том, что надо почистить кэш, выйдя из подъезда. То есть, это уж как-то такая очень... Ну, и то ведь проходят, доходят, есть медиа. То есть, сейчас, конечно, сложно что-то предпринять. Если бы была возможна какая-то инициатива IT-индустрии, которая находится вне России, успешной, как-то поддержать борьбу против этого фаервола, российского фаервола, это, конечно, помогло. Но факт жизни состоит в том, что успешные экс-россияне за рубежом плохо объединяются в какие-то сообщества. Вот это, да, последняя вещь, которая можно... Действительно, почему русские так слабо консолидируются за рубежом? Почему русские не превращаются в как китайцы, в сеть? Ответа у меня нет. Так было всегда. Люди уезжали и хотели быть просто успешными гражданами того места, в которое они уехали, не хранить корни. Так было в послед... Ну, всегда я про современную миграцию говорю. Я думаю, сейчас, конечно, просто людям стыдно, и они хотят конвертироваться в какое-то международное сообщество и не быть причастным. Вот это... Пока еще не пережили вот это ощущение, что я тоже виноват. Ну что ж, Лиза, спасибо за этот разговор. Елизавета Осетинская, живой пример о том, что Россия существует за пределами России, существует, продолжает функционировать и доставлять качественный контент внутрь России. Будем надеяться, что эта ситуация продлится и в дальнейшем. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин